Приветствую всех фанатов квадрокоптеров и сегодня у нас Hubsan H502S. Помните, недавно был точно такой же, но с приставочкой E. Была обычная версия с камерой, это FPV-версия, плюс здесь есть кое-какие другие функции, которых нету у той версии, да, скажем так. Ну, смотрите, значит, внешне, ну, в принципе, все то же самое. Имеем GPS-модуль здесь, коллекторные движки, камера HD, отсек под аккумулятор, сзади расположен, подсветочка и все, наверное, да, больше ничего нету. Вот, теперь начались основные отличия. Значит, первое, мы получаем вот такую вот аппаратуру. Аппаратура у нас с экраном 4,3 дюйма, а 480 на 272 разрешение здесь. Давайте сразу пленочку снимем, чтобы не мешалось. И аппаратура с GPS-модулем внутри. Это нам дает, что? Режим follow me. Этот квадрик будет летать за нами. То есть, если вы помните, был у меня который большой, да, с бескорректорными движками, он летал за нами, то есть, точнее, он летал за аппаратурой. Этот имеет точно такую же функцию. Без проблем летает за аппаратурой и смотрит, смотрит на вас. Так, в комплекте мы получаем еще инструкцию. Все, в коробке больше ничего нету. Здесь у нас какое-то предупреждение, не знаю, что это. И инструкция, как нам это дело настроить, как установить винты. Винты, кстати, я еще не нашел винты. И, да, на аппаратуре инструкция полностью. Вот. То есть, здесь есть тумблеры, как видите, режим возврата домой, GPS, он-офф, да, видимо. Видео, фото, это управление квадриком, триммеры, и все. Сюда вставляется карта памяти. То есть, мы можем записывать весь наш полет, соответственно, да, пусть у нас и версия, но режим записи у нас все равно здесь есть. Так, вот эта пустая, а вот эта полная. Летает квадрик все на тех же винтах. Вот. Кстати, их в комплекте 8 штук. То есть, чем на 4 летаем, 4 запасные остаются. И летает все на том же аккумуляторе. 610 мАч, 74 Вольта, двухбаночный. Вот такой вот плоский, тоненький, 2С. Время полета нам опять обещают 10-12 минут. Время зарядки штатной зарядкой где-то 40 минут. Вот. Так, отвертка и винты. Собственно, все. Значит, основные режимы, да, GPS, модуль есть, то есть, удержание, возврат домой, headless mode, режим follow me, следовать будь за аппаратурой, которая есть тоже GPS, съемка, FPV на экран передается, и все, да. То есть, но коллекторные движки, друзья мои, да, здесь как бы ничего не поделаешь, коллекторные движки есть. А, кстати, здесь, по-моему, еще должен быть мануал мод. Сейчас многие меня там будут поправлять, да, там макро. Нет, мануал мод, он называется, и я думаю, этот квадрик должен быть веселее, чем тот, который без FPV. Вот это сейчас посмотрим, потому что на этой аппаратуре можно отключить, ну, если помните, да, большой, который с бесколлекторными движками, он летал реально весело, потому что в GPS-моде он скучный. Вот, но мы можем это вырубить. Друзья мои, давайте заряжаю и пойдем протестим полетаем по FPV. Так, включаем нашу аппаратуру, включаем хабсанчик, вот так вот. И сейчас мы будем калибровать. Как видите, на аппаратуре у нас GPS, и он уже поймал 11 спутников. Надеюсь, камеру там видно. Сейчас сконнектится, вот, сконнектится с квадриком, и у нас здесь написано Компас Калибрэйшн, то есть, видите, 1, да. Соответственно, нам теперь, вот в таком горизонтальном положении, нужно крутить квадрик по часовой стрелке. То есть, вращаем до тех пор, пока не погаснет Компас Калибрэйшн 1 и появится Компас Калибрэйшн 2. Появился Компас Калибрэйшн 2. Наклоняем вот так вот камерой вниз и вращаем против часовой стрелки. Хоп, все пропало. Соответственно, Компас у нас откалиброван. Это нужно делать при каждом запуске. То есть, здесь нет такого, как на тех же Фантомах и других квадриках, раз откалибровали в своей местности, и летайте себе на здоровье, да, сколько хотите. Но здесь перед каждым запуском нужно будет калибровать ваш Компас. Так, сначала визуально сейчас полетаем, а потом попробуем показать то, что мы видим в камеру. Ой, в камеру, в монитор. Так, включаем запись видео. Здесь у нас пишется рекорд, написалось. Значит, на аппаратуре 10 спутников поймано, на Хапсане 11. Ну, я обычно в этом поле ловлю 12 спутников. Значит, сейчас самый обычный режим. Так, давайте, мы же с GPS-ом квадрик все-таки купили. Давайте проверим GPS. Сейчас опустимся чуть-чуть. Вот я завис на месте. Ой, завис на месте, говорю. Значит, еще раз объясняю. Здесь по аппаратуре у меня вырублен GPS. Мы можем летать без GPS. Вот этот тумблер, когда он опущен вниз, то GPS-а нету. Соответственно, мы с выключенным GPS-ом включаем вверх. Квадрик у нас ловит сразу GPS. И все. Также возврат домой. Когда стик опущен вниз, то квадрик просто летит. Дергаем вверх, квадрик возвращается домой. Все. То есть, вот он у нас висит. Ветер дует оттуда, и квадрик чуть-чуть под наклоном сейчас сопротивляется ветру. В принципе, нормально работает. Чуть колышется, но это, в принципе, нормально. Учитывая его вес, тем более. GPS есть. GPS работает. Теперь полетаем в плавном режиме с GPS-ом. Я вам скажу сказать, что квадрик в этом режиме очень медленный. Он начинает меня сильно тормозить. Вот я лечу, лечу. Газ давать смысла нету. Потому что мы начинаем подниматься вверх, а не лететь вперед. Вот. То есть, чисто, знаете, такой плавный режим, GPS-мод, что-то посмотреть, поснимать, попробовать, да. Ну, понятно, что мы здесь толком ничего не поснимаем, но полетать по FPV плавно можно. И мы можем в любой момент его бросить стики, испугались, и квадрик зависит на месте. Это огромный плюс для новичков. Вот. Выключаем GPS, пробуем летать без GPS. Квадрик теперь нас сильно так не тормозит. То есть, он стал летать побыстрее, но все равно наклоны у него минимальные. То есть, быстро, очень шустро мы не полетаем. Газ не могу дать, потому что, опять же, он полетит больше вверх, чем вниз. При опускании стика вниз движки не вырубаются. То есть, мы можем свободно дать полный газ вниз, и квадрик будет спускаться плавненько. Вот. Это, опять же, хорошо для новичков. Ну, подсветка есть, как видите, синяя спереди, сзади красная. Но видно ее очень плохо. Особенно днем, но ночью, я говорю, то есть, с такой подсветкой, я думаю, не полетать все-таки. Так, это у нас режимы наши обычные, да, в которых мы летаем. Так, давайте включим GPS. GPS включили. Headless mode. У нас включается на левый стик, вот на этот. Нажимаем один раз, и все. Квадрик теперь, как видите, мы как бы сейчас не повернулись, он все равно полетит к нам назад, когда мы, как его, жмем стик назад. То есть, он сейчас перед нам повернут, но я жму стик назад, он летит к нам. Вот. Если вы что, боитесь, испугались, там можно вернуть квадрик себе домой, если вдруг запутались, да. Так, и режим follow me. Да, этот квадрик у нас обладает режимом follow me. Давайте пробовать. Значит, опять же, мы понимаем, что квадрик следит не за нами, следит за аппаратурой, которая есть GPS. Нажимаем правый стик вовнутрь. Все, квадрик теперь должен понять, где у него аппаратура, и должен за ней следовать. То есть, давайте пробовать. Идем, идем, идем. Вон, квадрик летит за нами. То есть, в принципе, интересная фишка, да. Мы, если остановимся, конечно, квадрик становится, если пойдем назад, то он тоже полетит назад. Вот. В этом режиме он удерживает у нас высоту, то есть, он не будет особо там сильно опускаться. Он на какой высоте летел, на такой высоте и будет лететь. Так, это follow me. Давай, вот так мы тебя быстренько проверим. Туда. Вот, смотрите, рванул, да? Шух. Вот, то есть, ну, здесь все понятно, фишка. То есть, не отслеживать никакой объект следует тупо за аппаратурой. Сели на велик, прикрепили аппаратуру к себе на багажник, если сейчас на великах есть багажники, да, как раньше, то квадрик полетит за вами. Конечно, стопроцентно надеяться на эту фишку не надо. Квадрик не супербыстрый будет, да, то есть, гнать где-то не получится. То есть, вот его там будет скорость вот такая, наверное. То есть, потому что он будет лететь в GPS-моде и не слишком быстро. То есть, вам не получится гнать на полной скорости. Так, это что касается его режимов за эти деньги с GPS-ом, да? Теперь мы садимся, глушим движки, разводим стики в разные стороны, как и заводятся. Чтобы нам войти в менюшку, как бы вам показать, чтобы вот так вот, да, наверное, видно лучше. Чтобы нам войти в менюшку, нам нужно нажать левый стик опустить вниз и нажать правый. Вот. Ой, follow me function. А, нет, долго, долго надо подержать. Все, в менюшку вошли. Здесь мы видим, можно поставить реверсы, установка также двойных расходов здесь есть. Они у меня ставят на максимуме. Чистоту можно поменять видео. И fly no GPS. То есть, если вы летаете в помещении, чтобы не калибровать там компасы и прочее, вам нужно поставить yes. То есть, без GPS-а. Так, это версия. И set manual. Здесь есть режим manual. Мы нажимаем on. То есть, такая, понимаете, понятная менюшка и очень легко все на ней делать. Вот. То есть, сейчас режим manual без всяких там удержаний высоты и прочего. То есть, выключаем GPS, чтобы он не мешался. И теперь квадрик стал веселее. Но он не как там акрорежим, да, там на гоночных квадриках. То есть, это не полный мануал, когда квадрик полностью под нашим контролем. Все равно здесь есть система стабилизации. Поэтому мы не можем полностью на нем там полетать. Это вот его сейчас максимальная скорость против ветра. И сейчас мы попробуем по ветру пройтись. Но в этом режиме уже более-менее нормальные наклоны. То есть, вот. В общем-то, летает сейчас стандартно, как обычный какой-нибудь коллекторный квадрик на максимальных там двойных расходах. Веселый какой-нибудь квадрик. Нормальный. Не супер скучный. Вот. То есть, не думайте, что здесь супер какой-то мануал. Вы будете крутить флипы и прочее. То есть, да, он стал веселее. Да, он стал быстрее. Но не намного. Не намного. То есть, все равно. А какой-то будет сильный ветер, вы особо не полетаете. То есть, любит полный штырь. Сегодня небольшой вообще ветерок дует. И поэтому мне сейчас очень комфортно на нем летать. То есть, он его не чувствует. Вот. В этом режиме мы также можем включить GPS, чтобы квадрик у нас зависал на месте, если вдруг мы запутались, да. То есть, это опять же полезно будет. И в этом режиме при спуске мы можем полностью вырубить движки. То есть, хоп. Вот. Ну, в общем-то, режимчик уже веселее стал. Так. Оу. Видите, как можно бросать его. Глушим движки. Так. У нас здесь все разряжается. Как видите, мы видим заряд аккумулятора. Сейчас пишет 7,3 вольта. Одну палочку показывает буквально. Здесь также мы видим скорость, расстояние, на которую у нас квадрик отлетел. И нам нужно проверить возврат домой, да. Так. Пробуем возврат домой. В GPS-режиме. Рванули бешено. Вперед. Ну, полетим в GPS-е медленно. Причем, давайте мы сейчас испытаем его дальность. Где у нас дистанция? 35 метров. Да. В GPS-е мы долго будем лететь. Но чтоб наверняка лучше в GPS-е улечу. Так. 88 метров. Нам обещают 200 метров полет. Дальность. Но мы, конечно, сейчас сделаем больше. 150 метров. Так. Частота выставлена штатно, которая была. 160 метров. Управление есть. Все есть. 12 спутников поймано. Так. 190 метров. 200 метров. Друзья мои, 200 метров. Высота 40. Давайте повыше поднимемся, может. 216, 226, 230. Высота 75. Ой, раскачивает-то там. Так. Управление неадекватное. 270 метров. Очень как-то плохо реагирует на стики. Да. Уже... Ну, 300 метров. Короче... Крутит-вертит. Не. Все. 300 метров уже неадекватно. То теряет связь, то нормально. Высота 100 метров. На 300 метров улетели. Но летать там уже нереально толком. Вон. Не-не-не. 315. Давайте делаем возврат домой. Все. Делаем возврат домой и ждем. Ну, 315 метров. Нормально. 100 метров высота. То есть в режиме возврата домой мы сейчас можем отключить возврат, дернув тумблер вниз. И летать в обычном режиме уже. Но мы сейчас посмотрим, куда он сядет. Вроде четко идет. Ну, смотрите-ка. Неплохо. Неплохо. Смотрите. Садится-то практически это. Ровно. Я не управляю до сих пор. То есть вот как он летит у нас. Неплохо сел. Да. Разница метра полтора. Так. Что ты будешь делать? Движки вырубишь. И сам вырубает двигатели. Нет. Не вырубает. Нам нужно самому заглушить. Ну, может там через 10 секунд он сделает это дело. Ну, вырубаем. Все. Значит, возврат домой работает. Дистанция 315. Что мне удалось. Но потом уже говорю. То есть 300 метров вообще уже неадекватно. Вы там толком не полетаете. Но 200, я думаю, вот свободно. Можно полетать на такой высоте. Давайте немножко посмотрим на картинку, которая у нас в камере. Значит, что касается картинки. В принципе, сейчас я сниму очки, чтобы лучше видеть. Ну, картинка не супер четкая, да? Но все видно, все различается. И она какая-то тормознутая. То есть она не плавная. Нет. Тут есть какая-то вот заторможенность картинки. Но в целом реагирует, ну, довольно-таки быстро. На стики. Нормально. Но картинка дерганая. То есть не очень так приятно летать. Но все видно. Сегодня солнечный день, поэтому видно все вообще без проблем. Трава зеленая. Все нормально. Так, вот сейчас, наверное, он должен записать видео. Я немного скосячил, не ставил флешку в него. То есть видео с камерой я все не писал. Только, видимо, на аппаратуре что писалось. Сейчас включил запись видеокамеры, которая на нем стоит. Но я думаю, она как бы ничем не отличается от той, что стоит на версии без FPV. То есть точно такая же камера должна быть. И снимать должна точно так же. Да, вот сейчас мы видим, что у нас все снимается. Процесс съемки идет. Ну, в общем, квадрик довольно-таки интересный. Интересен, конечно, тем, что здесь есть наличие GPS для новичков, что предотвращает, скажем так, на 99% потерю этого квадрика при правильной калибровке и упрощает полеты. В любой момент можем отпустить стики и все. Режим возврата домой. Headless mode. Follow me. Все в этом квадрике есть практически то, что в бюджетных квадриках с БК-моторами. Единственное, здесь коллекторные движки, но и стоит он дешевле. То есть, ну, летать в сильный ветер на нем сложновато. Особенно в режиме GPS он очень медленный и он довольно-таки легкий. В мануале, ну, плюс-минус можно, но тоже не супербыстрый получается квадрик. Значит, что еще-то? Пишет видео, да, со своей камерой, получаем FPV 4,3 дюйма. Летать, ну, можно, но довольно-таки сложно, потому что изображение все-таки не суперское здесь. Вот. Видео можем записывать, да и все. В общем-то, конечно же, аппаратура не такая новомодная, как у того Хабсана, который у меня был с БК-движками, да. На том я улетал практически на 1700 метров. Здесь, конечно, дистанция получается другая. Здесь и все, и видеоприемники, наверное, все здесь другое стоит. Но в любом случае, как первый квадрик уже довольно-таки неплохой. То есть, наличие GPS, конечно, это очень хорошая штука новичка. Реально. Вот. Поэтому все. То есть, плавный, чисто полетать по FPV, посмотреть и вернуть себе домой его без проблем, да, пойдет. Как квадрик для каких-то съемок, нет. Как квадрик для каких-то быстрых суперполетов, нет. Флипы не делает, нет, ничего не делает. То есть, чисто FPV полетать безопасно. Вот так вот, друзья мои. Все, ссылочки в описании. Всем спасибо, подписываемся. До встречи.